Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим крайне щекотливую тему. Что делать, если у вас есть кредит, но нет денег, чтобы его погасить? Оформляя кредит, многие не задумываются, что будут делать, если не смогут платить. В жизни всякое бывает. Сегодня возможность есть, а завтра нечего есть. Поэтому стоит заранее задуматься, что можно сделать, если обстоятельства вдруг изменятся. Если вы попали в сложную ситуацию, потеряли работу, заболели, возникли непредвиденные финансовые сложности, а обязательства перед банком у вас остались, обратитесь в сам банк. Верь, не верь, а открытый диалог – это лучший способ наладить любые отношения – личные, рабочие или финансовые. И главное, обратись в банк первым. Не скрывайся, не жди, что о твоем долге забудут. С фанфарами тебя, конечно, не встретят, но договариваться нужно и можно. Банк может предоставить вам несколько вариантов решения вашей проблемы. Первый вариант – отсрочка платежа или, как ее еще называют, кредитные каникулы. В любой сложной ситуации отсрочка на несколько месяцев может решить многое. Отправить ли тебя банк в кредитные каникулы или нет будет зависеть от того, как ты выплачивал кредиты до этого момента. Но помни, что все каникулы заканчиваются, и к этому моменту твое положение должно быть исправлено. Второй вариант решения проблемы – реструктуризация долга. Это пересмотр условий кредита, чтобы уменьшить платежи. К сожалению, в отсрочке часто отказывают, но банк может уменьшить ежемесячные платежи, увеличив при этом срок кредита. Но в таком случае ты рискуешь платить больше. Чтобы воспользоваться одним из этих вариантов, вы должны предоставить банку информацию, как вы планируете платить по кредиту в дальнейшем. Подготовьтесь к разговору с банком. Соберите все документы, которые могут быть основанием для отсрочки или пересмотра условий. Все как в отношениях. Если хочешь, чтобы у вас все было хорошо, нужно не врать, а честно рассказать, какие усилия ты готов приложить к тому, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. И одних эмоций не хватит. Важно задавать вопросы и предлагать решения. И иметь на руках хоть что-то помимо слов денег нет. Справки, выписки, свидетельства. Ситуаций очень много. Так помоги банку помочь тебе. Обратите внимание, не стоит в спешке брать новый кредит в другом банке, чтобы погасить старый. Это все равно, что попытаться потушить пожар с помощью стакана воды, вместо того, чтобы взять и вызвать пожарных. Ты уже задолжал одному банку. Во втором кредит тебе могут и не дать. А если дадут, то на невыгодных условиях. С таким подходом ты быстро увязнешь в долговой яме. И последнее. Вариантов не отдать кредит и жить, как жил, попросту нет. Поэтому не бойся задавать вопросы. Рассматривай все варианты до того, как влез в очередной кредит. И помни, что честность и открытость творят чудеса. Вопрос дня. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Данина. С июля прошлого года ипотечные заемщики получили право приостанавливать или уменьшать выплаты по кредиту банку, в том случае, если оказались в трудной жизненной ситуации. Сегодня напомним, сколько могут продлиться так называемые ипотечные каникулы и кто имеет право на отсрочку. Подробнее об этом нам расскажет Виталий Викторович Чубирко, ведущий экономист отделения Банка России в Хакасии. Виталий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, Виталий Викторович, в итоге, кто же имеет право, есть ли уже данные по тем отсрочкам, которые предоставлялись, и как много людей обратились в банки в России для того, чтобы выйти на ипотечные каникулы? За 3-4 квартал 2019 года в 30 крупнейших банков Российской Федерации поступило порядка 15,5 тысяч заявлений требований о предоставлении права на ипотечные каникулы. Из них чуть более 80%, это порядка 12,5 тысяч заявлений, рассмотрено банками с принятием окончательного решения. Чуть более 3 тысяч находилось на дальнейшем рассмотрении, в том числе по причине недостатка каких-то документов, либо уточнения данных. Более 60% из общего количества предоставленных требований, на них был дан положительный ответ. Получено позитивное решение. Виталий Викторович, расскажите, а по каким причинам чаще всего все же отказывают в ипотечных каникулах? Наибольшее количество отказов, порядка 66%, происходит в случае нарушения требования закона об ипотечных каникулах. Либо непредоставление каких-то документов, подтверждающих о том, что заемщик попал действительно в трудную жизненную ситуацию, либо это не соответствует обязательным нормативам и регламентам, такие как превышение суммы кредита, более 15 миллионов рублей, либо это уже не первичное жилье заемщика, либо у него есть второе жилье, либо, собственно, ипотека была взята на нежилое имущество. Это основная проблема. Другие причины отказов, порядка 31%, это просто какие-то ошибки в документах, либо самоотзыв предъявлен на требование об ипотечных каникулах. Такое тоже бывает. То есть, например, человек попал в трудную жизненную ситуацию, он принес просьбу предоставить ему ипотечные каникулы, но что-то поменялось в течение 10 дней, и он сам же отозвал свою просьбу. Также бывают и другие причины. Они попадают в этот же перечень 31% отказов иных. Виталий Викторович, расскажите, а что же это такое ипотечные каникулы? Вот все-таки давайте подробно вернемся к этому обозначению, к этому термину. Ипотечные каникулы – это возможность заемщика воспользоваться отсрочкой платежа либо изменением его суммы. Они могут длиться максимум на полгода, продлеваются. Отсрочку можно будет взять как по новым кредитам, так и уже по действующим тем, которые уже были взяты ранее. Воспользоваться этой льготой можно по кредиту только один раз. То есть, многократно пользуется, к сожалению, нельзя. Заемщик может самостоятельно выбрать, либо он уменьшает сумму платежа, который он будет платить ежемесячно в течение этого периода времени, либо просто приостановить платежи в принципе. Но, естественно, что изменение регламента платежей, оно продвигается, пролонгируется на полгода остатка кредита. То есть, нельзя так, чтобы полгода вы платили в мягком режиме, и потом это все как-то простилось. То есть, на полгода вы продлеваете срок кредитования своим. Виталий Викторович, скажите, а может заемщик, например, рассчитывая свои силы, попросить ипотечные каникулы, или отсрочку, или уменьшение платежа не на полгода, а на три месяца? То есть, может он сам этим сроком варьировать? Может, если он считает это необходимым. Хорошо, спасибо. Расскажите, при каких условиях заемщик может обратиться с требованием о предоставлении ипотечных каникул? Здесь важно соблюдать условия, чтобы не были нарушены основные регламенты законодательства по ипотечным каникулам. Если вы не против, я их прочитаю с бумаги. В общем, предметом ипотеки является единственное пригодное для постоянного проживания заемщика жилье. То есть, то, о чем мы говорили ранее, нельзя, чтобы у вас были ипотеки на 2-3 объекта недвижимости. Не должна превышаться сумма кредита, 15 миллионов рублей. Но это актуальнее, скорее, для крупных городов, чем для Абакана и Хакасии в целом. По данному кредитному договору ранее не предоставлялись уже послабления в рамках ипотечных каникул. То есть, к сожалению, нельзя повторно, как мы говорили ранее, их использовать. И эта трудная жизненная ситуация наступила после получения кредита займа. Ну, бывают такие ситуации, что вам уже вроде бы одобрили заявку по ипотечному кредиту, но вдруг что-то изменилось, например, не дай бог, потеряли место работы. И, к сожалению, как бы это парадоксально не звучало, но в такой ситуации ипотечные каникулы предоставлены не будут, потому что заявка у вас уже одобрена, была с учетом этих обстоятельств. Но такое, как правило, бывает редко. Скажите, а ипотечные каникулы, они предоставляются один раз по одному кредиту? Я это уже поняла, и наши телезрители тоже. А, например, если это будет второй ипотечный кредит? Ну, соответственно, это будет второе жилье, то есть и нельзя на ипотечные каникулы рассчитывать. Сразу это прояснить для наших телезрителей. Спасибо. Как следует из закона, каникулы можно просить в том случае, если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации. Вот что считается таковой? Есть какие-то четкие определения в законе? Да, есть четкие определения. Их я тоже процитирую с бумаги, дабы не нарушить никакие юридические тонкости. Первое – это регистрация в качестве безработного, что самая логичная и наиболее частая причина. Второе – это признание инвалидом первой или второй группы. Третье – это временная нетрудоспособность, больше двух месяцев подряд. И дальше очень сложные такие словесные конструкции. Дабы избежать ошибок, я все-таки их процитирую дословно. Снижение среднемесячного дохода, совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков по кредитному договору, договору займа, рассчитано за предшествующие два месяца более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом, совокупным среднемесячным доходом заемщиков за предыдущий год. При этом размер среднемесячных выплат по ипотечному кредиту займа превысил 50% от среднемесячного дохода заемщика. Созаемщиков рассчитано за предшествующие два месяца. И пятый пункт – это увеличение числа эждивенцев при снижении среднемесячного дохода более чем на 20%, с одновременным уменьшением среднемесячного дохода, совокупного среднемесячного дохода заемщиков на 20%, по сравнению со среднемесячным доходом, совокупным среднемесячным доходом заемщиков за предыдущий год. При этом размер среднемесячных выплат по ипотечному кредиту-займу превысил 40% от среднемесячного дохода заемщика-созаемщиков, рассчитанных за предшествующие два месяца. Если максимально упростить эту сложную конструкцию, если вдруг у вас снизились доходы достаточно кардинально, то есть вы слышали, что 40-50%, то есть если произошли какие-то потери, не получаете эту зарплату, снизились премиальным причастием или стимулирующие, либо просто зарплата по какой-то причине бывает сдельная. В таком случае можно рассчитывать на помощь и закона по ипотечным каникулам. Скажите, а вот как именно мне помогут, если сложилась именно такая непростая жизненная ситуация? Ну, основное вы можете рассчитывать на льготный период, он длится полгода, как я уже говорил ранее. Если вам предоставили ипотечные каникулы, изъять единственное жилье, то самое, которое находится в залоге, у вас уже не могут. Ну, все-таки вы обратились за помощью, это очень трудно. Полгода можно спокойно решать выход из сложившейся, идти, наискать. Искать, возможно, пути решения проблемы. Вы не испортите свою кредитную историю, потому что, хоть вы изменили условия договора, но поскольку вы обращались по закону, а это официальное требование, то усчитываться как просрочка это не будет. Но есть важный нюанс, бюро кредитной истории будет учитывать просроченные платежи, если вдруг вам одобрили решение по изменению платежей, условий платежа в рамках законодательства по ипотечным каникулам. Но вдруг вы, даже с учетом этих изменений и корректировок, все-таки совершили просрочку. Тогда уже это все-таки также будет учитываться как просроченная задолженность в бюро кредитных историй. Но основной посыл – полгода у вас льготный режим кредитования. Очень хорошая мера. Я думаю, что интересная информация для наших телезрителей. А вот чтобы взять передышку, клиенту требуется согласие банка? Он должен как-то согласовывать этот момент? Банк в любом случае обязан рассмотреть ваше заявление. А давать или нет положительное решение будет зависеть от того, на основании предоставленных клиентам документов. То есть, чтобы избежать, это все делается для того, чтобы избежать оппортунистических настроений клиентов-заемщиков. Ну то есть, чтобы не сложилась некая парадоксальная ситуация, когда человек просто самостоятельно, в силу разных причин, не рассчитал свои расходы, и потом пришел просить помощи в рамках ипотечных каникул. Ну, не совсем правильно. Поэтому человек должен собрать определенный пакет документов, принести их банку. Банк выбирает, смотрит, что все достоверно, все правильно, проверяет. Если вдруг нужны какие-то уточнения, он их запрашивает. У банка есть на это 10 дней. То есть, он посмотрел первичные документы, рассмотрел их и запросил уточнения. Клиент обязан предоставить, подтвердить все эти данные. Вот, хотелось бы для понимания несколько цифр по Хакасии. Сколько сегодня жители республики должны банкам? По данным на 1 января 2020 года, ипотечная задолженность в Хакасии составила 21,3 миллиарда рублей. По сравнению с январем прошлого года, эта цифра выросла почти на 14,5%. Рост достаточно существенный. При этом жители Хакасии стали более ответственны в процессе ипотечного кредитования, и оплаты, и обслуживания своего долга. В Хакасии просроченная задолженность составляет порядка 0,8% от общего объема ипотечного кредитования. Это отличная величина. Могу смело сказать, что Хакасия один из лидеров по самой низкой просрочке по ипотеке даже не в Сибири, а по России в целом. То есть, показатели очень хорошие. Ипотечные заемщики у нас крайне ответственные. Расскажите, пожалуйста, Виталий Викторович, вот есть ощущение, что сейчас люди стали реже брать кредит на приобретение недвижимости. На самом деле это так? Что говорит статистика? Что цифры? Да, в целом цифры это подтверждают. В прошлом году в Хакасии выдало 4372 ипотечных кредита на сумму 7,3 миллиарда рублей. Это меньше, чем в 2018 году. По количеству сократилось на 15%, по сумме снижение на 7 с лишним процентов. Но это процесс понятный. Все-таки у нас республика не самая большая. Количество платежеспособного населения тоже, естественно, ограничено. А ипотека все-таки долгосрочный кредит, он берется часто очень на 10-15 лет сроком. И, естественно, что емкость рынка, так скажем, постепенно снижается. Поэтому процесс нормальный. Насколько я понимаю, вы имеете в виду, что были социальные программы, были программы по снижению ставок. И как раз вот в тот момент был такой пик, когда брали. Скажите, какова сегодня средняя ставка по ипотеке и на какой срок чаще всего берут данный кредит? Средневзвешенная процентная ставка в Хакасе в январе составила 9,21%. А средний срок кредитования составляет 199 месяцев. Там чуть меньше 17 лет. Виталий Викторович, большое вам спасибо за исчерпывающую и столь нужную для наших телезрителей информацию. Вам большое спасибо. Всего доброго. Дорогие друзья, это была программа «Вопрос дня». Увидимся. Дорогие друзья, это была программа «Вопрос дня». Мне свои СМС-коды. Трахти бедок. Ай. Вылезай-ка. Вылезать будешь. Если вы сами мне расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на fincult.info